здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о довольно интересном на мой взгляд учебном заведении и о профессии полицейского конечно отношение к ней у населения складывается разное тем не менее есть такой один точно установленный факт когда что-то происходит мы всегда зовем на помощь полицию для того чтобы эта полиция была современная качественная и четко выполняла все свои функции для этого существуют специальные учебные заведения о таком мы поговорим сегодня с инспектором урлс муниципального управления мвд россии люберецкая майором полиции елена александровна сухарник здравствуйте елена александровна добрый день говори мы сегодня так понимаю о московском университете мвд россии имени владимира яковлевича кихотя верно то есть там готовят полицейских причем вот важно сразу же понять это полицейские как глобальное слово или какие то еще там есть узкие направления нет но это глобальное слово конечно есть различные факультеты но опять же это все полицейские и да для подготовки профессиональных кадров у нас есть высшее учебное заведение университет имени владимира яковлевича кихотя о которой мы хотели бы сегодня поговорить потому что связи со своей деятельность в органах внутренних дел но очень часто сталкиваемся нам очень часто задают вопросы куда же пойти как пойти и как попасть и вообще как надо чему учиться кстати некоторые до сих пор думают что вообще человек захотел ну там в молодости отслужил в армии ему сразу приходит как правило сам проходил приглашение только в то время было приглашение других органов там от полиции от фсб да ну потому что уже это первый такой этап когда человек отслуживший в армии он его уже рассматривает качестве кандидата и многие думают что вот захотел человек пришел просто зашел в полицейский участок да его взяли на работу и вот он растет то есть некоторые думают что даже юридического образования нет она есть 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 вот давайте мы сейчас поговорим насколько я понимаю спрос на эту профессию существует и вот этот университет кто туда может поступить только мужчины или женщины тоже нет наш институт университет могут поступить как девушки так и юноши возрасте кто бишь после 11 класса до 25 лет на очную форму обучения набора осуществляется только до 25 лет и естественно это школьники окончившие 11 классов это вышел и не полное образование высшее образование учебное заведение так итак это школьники до 25 лет я так понимаю что у них тоже должны быть баллы по егэ вот тут сразу же что для того чтобы нужно особенно те родители которые сейчас вот будут смотреть то что школьники не всегда принимают решение иногда им помогают родители в этом вот что для того чтобы поступить как егэ влияет на поступление в университет мвд но в наше время числе гэ это основной результат при поступлении в любое высшее учебное заведение также у нас есть минимальный проходной балл для поступления вуз в первую очередь и в основном это русский язык где должен минимальный балл быть от 36 и до 100 на в основном это общество знания где минимальный проходной балл что логично 6 до на некоторые факультеты у нас есть биология это на психологию и математика это экономическая безопасность информационная безопасность туда уже нужно еще и математика также они будут сдавать дополнительные вступительные экзамены это опять же русский язык письменно не будут писать и физическая подготовка что они самое самое главное потому что экзамен очень серьезно по физической подготовки они задают нормативы как мальчики так и девочки норматив довольно таки непростой если такой как готова посложнее ну посложнее потому что все таки там идет еще и конкурс кто лучше кто сильнее а кто больше подтянется кто да и пройдет маленькая олимпиада да но значки gto какие-либо разряды пояса это все может принести дополнительный балл при поступлении но это все учитывается мы понимаем что все благодарности все что есть обычно при поступлении до ребята девчонки приносят и таким образом тоже может повлиять на поступление вот возвращаясь к теме физкультуры забегая немножко вперед насколько я знаю вот этот своеобразные вот знаете как у летчиков проверка до готов годен или но на определенном этапе там сердце проверять все мы там что отвечает за жизнь людей так и в мвд проходят да вот эти периодически проверка физической подготовки конечно даже прежде всего чем допустить ребенка до экзамена должен пройти две комиссии это одна будет местная по месту жительства это начиная с детской поликлиники где мы смотрим все его диагнозы с рождения если местная комиссия пропускает и говорит что он годен далее идет уже военно-врачебная комиссия наша ведомственная которая находится в городе москве мы направляем полный пакет документов и там уже смотрят его еще дополнительно специалисты которые также выносит свое заключение если по всем параметрам он годен только после этого мы допускаем его к экзаменам получается что военно как вы сказали военно-врачебная комиссия не совсем доверяет гражданской нет но нам более расширена можно смотрит да и у нас разговор немножко другой и у нас все равно свои тоже как правильно сказать нормативы по которым оценивают смотрится не здорово к профессионально это у нас же еще делят здоровье на несколько групп то ровья потому что есть одна группа подходит для одной службы вторая группа для другой службы для следователя на самому скажем для человека который там бегать за преступниками ему самое лучшее здоровье ну конечно а человек который будет сидеть например там войти что-то на проверять его сидячая работа до лепеста все поэтому это все учитывается и обязательно комиссии обязательно первым делом хорошо и и так прошел человек сначала этап проверки здоровья все дальше поступает прием когда можно подавать документы как это делается через госуслуги или надо туда ехать нет прием документов осуществляется уже сейчас так как вы помните что у нас впереди две комиссии которым мы должны успеть пройти до визу комиссии мы документы да 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 вы приходите обращайтесь тот территориальный орган то бишь если у нас это городской круг люберцы естественно этого и моды россии люберецкий который находится на котельнической 7 а подходите горит я хотел бы поступить все вас проводят в кабинет владел кадров 508 кабинет где вы заполняете собственноручно анкету автобиографию прикладывать все документы это такие как паспорт свидетельство о рождении и ннн снилс все наши основные документы опять же если и уже есть приписное то мальчики из военкомата все предоставляют мы запускаем проверки то есть естественно все равно это все проверяется судимости правонарушения полный пакет готовится и если все хорошо мы даем направление уже на комиссию а девочки вот в процент поступления потому что ведь много скажем ну мы понимаем что сегодня у нас равноправие как бы официально существует да девчонки могут вполне себе нас фильмов сколько женщин исследователи играют таких шикарных вот и я так понимаю но все равно на на превалирует мужской до контингент на сколько в процентах примерно но девочек хотят очень много не не все они берут по здоровью да нет не по здоровью а смотрят уже по наполняемости и по как правильно сказать по необходимости в том или ином территориальном органе потому что девочки у нас занимают такие должности службы как следствие до знания психологи инспектора по делам несовершеннолетних и смотрят на необходимость в том или ином у в д сколько надо а то есть прочитывается правильный план да сколько надо и тогда уже выставляются места конкурсные сколько пройдет и сколько надо девочек я вот еще вот смотрю сейчас например больших городах в питере в москве но и даже чуть поменьше на этом конная полиция нас существует или например патрульная то чаще сейчас вижу идет молодой парень полицейские молодая девушка полицейская то есть это такой как бы гендерный патруль ну во первых это делается для того что у нас у всех граждан есть свои права правильно если вдруг вас все-таки остановили до вас досматривают опрашивают вы имеете право если вы женщина даже вас должен это делать сотрудник женщина и поэтому чтобы не было паники ждать да поэтому сразу в патрулью стараются ставить и женщину и мужчину также там но с другой стороны наверное это еще если можно тут такое слово подобрать красиво потому что это но показывает что все общество заинтересовано в порядке и когда мы видим красивые в патруль я имею ввиду ну явно спортивные люди в правильные экипировки которые которым обращаются там туристы до которые могут что-то ответить тем более после чемпионата мера 2018 года все-таки какие-то опыт есть просто возвращаясь к теме например европейских в центрах больших европейских городов да обычно полицию не видно но в центре они есть может прям стоять большой огромный такой автомобиль чуть ли не военной и там обязательно стоят значит мужчины полицейские и обязательно стоят женщины полицейские чаще 50 на 50 возможно это тоже сделано из-за того что говорите вы но мы идем дальше и так чему все-таки учат в этом замечательном университете который вроде бы за все хорошее против всего плохого да наш университет имеет множество факультетов это первую очередь факультет подготовки оперативных сотрудников как все мы знаем опера уголовный розыск факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка опять же ппс участковые это все кто патруль и которые непосредственно общаются с населением а вот сразу да давайте говорить по популярности да но люди которые понимают что такое там пера следователь но разные названия да есть сленг профессиональный одну кстати есть сленг профессиональные и у другой стороны луны до по этому поводу вот любят идти именно на факультет вот работников так скажем оперативной службы или больше идут на ппс вы знаете сейчас население вот именно подростки дети выбирают разные факультеты а то есть нет очень популярны факультеты айти безопасность то есть идут экономическая безопасность ну давайте тогда продолжим так оперативный факультет факультет во втором общественном порядке потом следователь дознаватель непосредственно кто уже собирает уголовное дело и доводит его до столом сидит да да международно правовой факультет тоже очень интересные такие специалисты как например оказание государственных услуг госуслуги непосредственно и непосредственно которые работают по международному праву тоже готовит интерпол имеется иду все вот это вот полиция да все отношения взаимоотношения потому что у нас они сейчас существуют работают более-менее еще ну то есть например если объявляет а кого-то в розыск интерпол то ну я имею ввиду по этой системе мы тоже к ней как конечно работая хорошо факультет экономической безопасности вот это интересно очень интересный развивающие интересуется да это в первую очередь преступление правонарушение сферы налоговой сферы услуги аптеки здоровья медицина все что где человек покупает продает да то есть и молодежь интересуется изучают и с большим интересом идут очень много также эксперт-криминалист судебная экспертиза это непосредственно кто первый выезжать чемоданчик вот это в кино тоже всегда это молодежи интересно если вот когда мы проводим день открытых дверей буквально недавно был то есть большая масса будущих абитуриентов именно было у этого стола где им все рассказывали показывали как что измерять какая фальшивая купюра и очень большой я думаю что тут надо поблагодарить авторов детективных романов и режиссеров потому что в любом кто бы ни присутствовал обязательно присутствует есть специалист кардинальной службы сам играл в одном кино но у меня тоже там был роль полицейского начальника отдела а рядом тоже присутствует человек который все время значит папа фильму приносил какие-то склянки чего-то там так так далее там подобное мы сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас гостях елена александровна сухарникова инспектор урлс муниципального управления мвд россии люберецкая и говорим мы о московском университете мвд россии и медикикате куда вы молодые люди можете поступить и стать настоящим полицейским напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях майор полиции елена александровна сухарникова инспектор урлс муниципального управления мвд россии люберецкая и мы говорим о тех людях которые поступив в московский университет мвд россии имени кикате могут стать настоящими полицейскими вот такой вопрос немножко для ну и развлечения что ли а вот женщина майор вот это же фантастика на мой взгляд те люди которые девушки будут поступать как вот можно стать майором полиции через что нужно пройти терпение труд старания любить свое место работы свою работу помогать стараться людям не отворачиваться просто у нас здесь в студии помимо вас было очень много разных женщин которые ну женщины в погонах до женщины полицейские и я обратил внимание что вот мужчина полицейский он все-таки наверное чаще заточен сейчас психологически такой аспект потому что тоже важно он заточен но на некую такую силовую до историю а женщина полицейский это все-таки больше психолог больше человек который глазами ушами я уж не знаю какими-то другими органами то чувствует ситуацию вот у нас здесь были представители начата дело по работе с несовершеннолетними и так далее вот скажите пожалуйста очень давно считалось что это действительно мужская профессия да и когда женщина появлялась либо в армии например либо в полиции ну в силовых органах но это что-то такое сверхъестественное сегодня меняется отношение не чувствует себя женщина вот эта молодая девушка которая хочет поступить не будет она чувствовать себя как-то стесненной и немножко не полноценным полицейским нет сейчас наши уже в наше время очень часто наоборот вот если заход в кабинет видят за одним столом сидит мужчина за другим столом сидит женщина и большая вероятность того что подойдут к женщине задают вопрос потому что может действительно мы больше умеем выслушать сразу как-то ответить более мягко и поэтому очень часто за помощью обращаются к женщинам опять же ну как без нас у нас есть такие должности где мужчины не всегда пойдут а вот оперативник женщина мы знаем разные есть разработки сложные схемы и так далее они тоже существуют если вот сейчас снять этот орел таких детективных приключенческих фильмов это же довольно сложная работа когда ну есть семья дети а у тебя такая работа что ты должна там например ну я уж не говорю там про внедрение в банду но по крайней мере ну для следствия все наверно пути хороши много работает вот таких следаков как говорится в поле женщина у нас есть женщина у нас и женщины оперативные сотрудники молодые девушки которые также сидят в засадах поэтому есть у нас и женщины и сотрудник ппс есть женщина и дежурные части и участковые есть женщины поэтому сейчас женщины есть везде хорошо да это кстати больше такого сейчас женщины есть везде мы продолжаем или на самом такой вопрос мы прошлись по факультетам ну понятно что все что делает государство все эти профессии которые существуют так или иначе полиция стоит с точки зрения кого надзорного органа чтобы все эти профессии были ну в рамках закона да там есть еще прокуратура суд и так далее те органы которые существуют вот с каким багажом выходит выпускник во первых сколько учатся и что на выходе он получает я имею ввиду он как в поле опять выпускается или у него есть какие-то гарантии устройство на работу и тогда ну во первых у нас очная форма обучения которая длится пять лет пять лет пять лет пять лет да это высшее учебное заведение как и обычный гражданский вуз пять лет учится причем бесплатно полностью платных фокус этого надо было на дачу на платных факультетов нет вообще бесплатно учится ребенок также ему предоставляет бесплатно оформленное обмундирование он одет обод в течение дня он накормлен там есть столовые да если кто проживает на более удаленной территории то рассматривается вопрос о предоставлении общежития то есть при это можно найти можно да найти но это каждый вопрос смотрит индивидуально потому что кто где живет как говорится далее он у нас по окончанию заключается контракт даже в принципе изначально заключается контракт что по окончании университета он уже идет работать к нам то есть придя поступив пройдя вот эти все но любой а убит абитуриент поступающий в любой вуз для него и для его родителей это такие круги ада летом до происходит потом вот поступает и получается что если он будет хорошо и бесплатно учиться то у него есть возможность как бы место за столбили даже не есть возможность у него уже заключается контракт он уже должен был после университета прийти к нам на работу так вот как проходят выпускные экзамены перед тем как вот он на работу устраиваться уже диплом должен получить да да они задают также выпускные экзамены это как и обычные дети июнь поправил за ибо профессия не получать диплома им предоставляется отпуск по окончании диплома вот в последние годы у нас дипломы и присягу выпускники полу принимали на красной площади это все было очень красиво торжественно а что в присяге кстати она присягла то есть как у медиков якобы существует клятва гиппократа хотя она такая немножко придуманная история а здесь прямо вот присяга клятва до служить на нам население закону служить россии конечно потом за счет шапки бросают шапки бросаем монетки бросаем до идем в отпуск а сколько отпуск 30 суток 30 суток 30 суток да как у любого сотрудника полиции 30 суток далее он уже ему выписывается приписное когда куда он должен явиться для уже трудоустройства а он знает примерное место или нет вы бы он уже сразу изначально как только мы заполняем анкету так мы уже определяем факультет куда он идет и уже на протяжении пяти лет он учится на этом факультете и он уже знает я выхожу например я буду участковым полномочным полиции знаете где да хорошо если вот он пришел я уж не знаю там что-то изменились жизненные обстоятельства надо куда-то уехать переехать он может как-то поменять место работы ли он должен на нем прям вот обязательно по контракту отработать но опять же это все индивидуально какие основания если есть веские основания кажется все рассматривать руководством принимается решение если основании нет и он хочет просто уволиться то уже рассматривается потому что так как мы пять лет обучали бесплатно бесплатно да еще к тому же дети получают стипендию если они будут хорошо учиться повышенная стипендия сколько от 16 тысяч и влаше снова ежемесячно как как денежное довольствие у него тоже можно не только в столовой даже троечник в районе 20 тысяч рублей в месяц он будет получать уже окупать свой проезд как говорится поэтому тогда он должен будет возместить компенсацию понятно те деньги которые были затрачены на обучение он должен быть какую-то сумму вернуть если он это при увольнении а контракт на сколько времени заключить лет вот по истечении пяти лет он уже волен сам допонимать решение куда идти дальше продолжать по профессии или менять профессию хорошо ну а в случае если он переедет например и по-прежнему будет работать индивидуально уже принимается если действительно есть основания он же не отказывается официально смены места жительства тем более если это удаленность то естественно ему дается перевод на другое место работы какие еще есть преференции до для выпускника для сотрудника полиции вот молодого вот он закончил отпуск от гулял что у него в багаже кроме зарплаты и сколько кстати с примерно зарплата там же тоже она как-то регулируется в зависимости от звания все их звание какой он получает лейтенант полиции лейтенант маленькая звездочка это очень многие еще ждут да у нас много сержантов да да поэтому ну во первых он получает уже место работы так не надо думать куда бежать куда идти во вторых у звание у него заработная плата уже будет ну от пятидесяти тысяч дальше уже зависит от стажа от звания от выслуги лет это все индексируется дальнейшем вот такие вопросы бытовые как там армия отпуск я не знаю что то еще ну да мальчики вот в этом плане у них альтернатива военной службы так они как когда поступают в институт университет они обучаются пять лет далее они обязаны по контракту отработать пять лет поэтому десять лет вот пожалуйста их в армию нет не берут не берут понятно по отпуск какие то есть там расширенные кстати в зависимости видимо от профессии там же какой-то выход на пенсию довольно ранее да есть да у нас на пенсию мы выходим 20-25 лет на усмотрение также после начала службы да после начала службы да это получается если человек приходит 18 плюс 5 23 20 но где-то в 48 к 50 до это все выходят или в зависимости все все сотрудники органов внутренних но у нас есть такие службы где идет увеличенный год за полтора считается даже может быстрее произойти да да есть это у нас такие и пенсия тоже гарантированно если все хорошо человек отработал да конечно все никто не заберет пенсии гарантированная все социальные гарантии которые распространяются на сотрудника полиции это медицинское обслуживание страховки лечение санаторно-курортная семейная дома для всех членов семьи у нас прикрепляется к ведомствами поликлиники и все проходят медицинское обслуживание а правильно я понимаю что вот этот лейтенант он может и генералом стать и министром может стать злодожелание конечно то есть это уже вот если что важно еще понять да сейчас у нас молодежь мне важно да куда она хочет поступать в данном случае она имеет даже я не скажу что это корыстная цель да она так красиво называется вот рост по лестнице какой-то да то есть хочется как-то себя проявить и так далее то есть есть возможность зависимости на на должности от направленно от умения и так далее стремленности опять же поэтому до карьерный рост обязательно можно начать с обычного инспектора и закончить руководителем этого отдела понятно кто является преподавателями тут важный момент потому что все таки обучение в высшем высшем образованию закладывается же не только знания исключительно профессиональные но и закладывается еще психологические какие-то моменты человеческие не секрет что сотрудники полиции как собственно любой гражданин россии они бывают разные да один с тобой может говорить по-человечески другой может говорить каким-то таким непонятным языком законы вроде как правильно но ты ощущаешь что вот тебе не в помощь а вот как то что это еще ничего вроде как не доказано на тебя начинают уже ну вы понимаете чем я говорю разные бывают ситуации мне кажется что вот эта тема воспитания правильного подхода человеческого на закладывается теми людьми которые там работают вот кто этот профессорский преподавательский состав ну это и сотрудники полиции спецсостав да то есть у нас очень большой профессорский состав то есть мы работаем с различными вузами поэтому так а то есть у вас есть и приглашенные какие-то педагоги да и педагоги которые постоянно работают и так далее ну у нас остается совсем немножко времени вот давайте финализируем лена санна если бы вот вы сейчас обратились ко всем нашим телезрителям почему те кто в принципе не только любят фильмы про полицию про милицию про правоохранительные органы но которые готовы пойти почему это нужно сделать ну во первых как я считаю это стабильность наше время это стабильность стабильная заработная плата стабильное место работы стабильный рост при желании также это в первую очередь как можно сказать обучение бесплатное есть стипендия да есть стипендия при необходимости есть общежитие гарантия устройства на работу сразу же не надо об этом думать предоставляется отпуск ну и платное медицинское обслуживание урон нашим это армия да и плюс еще у нас ранний выход на пенсию и возможность заняться даже чем-то другим то есть прожить как бы две жизни параллельно спасибо огромное лена александр сухарникова инспектор урлс муниципальное управление мвд россии люберецкая майор полиции рассказала нам о том что вы уже сейчас можете задуматься а я обращаюсь и к школьникам и к их родителям к родственникам задуматься над поступлением московский университет мвд россии имени кикотя спасибо вам большое это была программа открытый диалог всего доброго а